Проблема экологической безопасности сегодня остро стоит во всем мире. В частности, это касается уникального природного региона, Приморского края. Чтобы обсудить данный вопрос, на радио Лемма пригласили члена экологического совета Андрея Беловодского. Совет при губернаторе. Экологический совет, который как раз вот и рассматривает вопросы безопасности. Этот совет состоит из общественников на абсолютно безвозмездной основе. Все собираются и рассматривают те или иные вопросы. После вступления и расстановки акцентов беседа углубилась в экологические проблемы Приморья. Вначале добыча краснокнижных моллюсков корбикула на территории Тавричанского лимана дражным способом. По мнению общественности, такой метод наносит непоправимый вред местной экосистеме. У нас есть одна компания, общество с ограниченной ответственностью, акваресурсы, которая из года в год добывала на территории памятника природы, а это особо охраняемая территория, лиман, это устья реки Раздольная, добывала один ресурс. Это зарывающийся моллюск корбикула. Добывала дражным способом. Промышленники забыли о наличии памятников природы. Вот просто взяли и забыли. Далее разговор коснулся перевалки угля. Эколог отметил, что несмотря на указ президента, по всему региону компании продолжают перемещать уголь открытым способом. Модернизация началась всего у одного предприятия. Берем Северную Корею. У них есть порт Раджин. Совсем недалеко от нас. На расстоянии вытянутой вот-вот. Два пальца по карте. Я всегда так говорю. Очень тоненьких пальцев. Ну, примерно. И этот порт Раджин совместен в использовании трех государств. Россия, Китая и Северная Корея. И там переваливают уголь. Все происходит в закрытом виде. У китайцев. А на территории Российской Федерации. Открыто. Вопросом экологической безопасности в Приморье совсем недавно начали уделять внимание. Для создания законов и их проверки необходимо время. Однако болевые точки пытаются устранять и вовремя на них реагировать. Кирилл Самойлов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.